МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Температура воздуха ночью от 1 до 6 мороза. Днем минус 4, плюс 1. В горах местами 6-11 мороза. На дорогах гололедица. В Черкесске без существенных осадков. Днем небольшой снег. Ночью и утром туман, гололед. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2-4 градуса. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 1. На дорогах гололедица. Какова роль прокуратуры республики в защите прав предпринимателей? И какие предусмотрены меры государственной поддержки для предпринимателей? На эти вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джазаевой ответит старший прокурор отдела прокуратуры Карачаева-Черкесии по надзору за исполнением федерального законодательства Амина Хатуова. Доброе утро всем. Доброе утро, Амина Исуфовна. Доброе утро. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Амина Исуфовна, я хотела вот у вас спросить, какова роль прокуратуры Карачаева-Черкесии в защите прав предпринимателей? Ведь это очень важная тема. Да, согласна, конечно. Конечно. Прокуратура республики обеспечивает законность, принимаемых федеральными органами государственной власти, которые осуществляют деятельность на территории республики, органами государственной власти нашей республики, органами местного самоправления, нормативных правовых актов. И также она осуществляет надзор за соблюдением законодательства действующего этими органами. Органами прокуратуры республики принимают меры по пресечению нарушений прав предпринимателей. Наиболее актуальные вопросы мы выносим на обсуждение, на заседание межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей, общественного совета по защите малого и среднего бизнеса, который работает при прокуратуре республики. Какие конкретно меры в этом текущем году приняты прокуратурой республики в целях снижения давления на бизнес? В этом году органами прокуратуры республики выявлено более 460 нарушений законов в рассматриваемой сфере. Принесено в целях устранения выявленных нарушений 66 протестов на незаконные правовые акты. По рассмотренным протестам прокуроров 62 на сегодняшний день правовых акта приведены в соответствии с действующим законодательством. Внесено прокурорами более 100 представлений об устранении нарушений. Уже по рассмотренным представлениям 67 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Также по постановлениям прокуроров 40 должностных лиц контролирующих органов привлечены к административной ответственности. Еще хотелось бы отметить, что у нас очень большая проблема с долгами по исполненным государственным контрактам. В этом году только благодаря мерам прокурорского реагирования, в том числе по актам органов прокуратуры, органами власти погашены долги перед предпринимателями на сумму более 450 миллионов рублей. А это тоже определенная работа. На сегодняшний день есть еще вопросы по данному направлению. Где-то порядка 230 миллионов рублей долги еще сохраняются по официальной статистике. Но мы работаем в этом направлении. Ну что ж, я благодарю вас за полную информацию и желаю вам успехов в работе. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Ну а наш информационный эфир продолжит вещание на черкесском языке уже в 9 часов. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Безопасное лечение катаракты в клинике 3Z. Пройдите диагностику и сделайте операцию всего за один визит. До конца зимы диагностика перед операцией бесплатна. В клинике действуют строгие меры профилактики коронавируса. Запись по телефону 8 800 333 4167. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова